Я витаю вас из Киева, я витаю нашего гостя, и зазвучаю сейкорейку, Сент-Кенборовый, буду разом земную, анализоваты подии, добы, с чем иная. Мы встречаемся, как обычно, по вторникам, Константин Анатольевич, здравствуйте, с Новым годом, с новым счастьем. Здравствуйте, Юля, с Новым годом и вашим слушателям, с Новым годом. Спасибо, я от имени, кстати, наших зрителей и слушателей как раз хочу и вас также поблагодарить за постоянство, за постоянство сотрудничества с нами. И напомнить, что вы можете, дорогие друзья, где бы вы ни были, в любом уголке мира подписываться на наш канал. Ну, начнем мы сегодня с малоприятных, конечно, новостей. Мы поговорим про интенсивные удары, про эти атаки ракетные на украинские города. И я вижу, по данным Forbes, Россия потратила порядка 620 миллионов долларов на массированную атаку 2 января. Константин Анатольевич, вы как предприниматель, бизнесмен, как бы вы потратили эти деньги? Ну, понимаете, это же ведь сейчас главная проблема. Санкции не работают. Россия получает все чувствительные комплектующие. Но самое главное – это деньги от полутриллиона до триллиона долларов получает Россия в год. И эти деньги идут на войну в Украине, на укрепление режима. Это главная проблема. Вот, и то, что предпринято администрацией Джо Байдена, сокращение активности Соединенных Штатов на рынке энергетических ресурсов, но это поддержка Путина, и это, в общем, прямые платы инвестиций в бюджет России. Сегодня Россия, бюджет складывается не из налогов, которые платят там средний, малый бизнес, крупный бизнес, а из доходов от продажи энергоресурсов. Вот это ошибка. Война в Украине финансируется Западом. Это ужасно звучит, но так оно и есть. Ну хорошо, в таком случае и Запад несет ответственность за все происходящее. Когда, я хотела спросить вас, слушали ли вы, какого из президентов, кстати, слушали вы в новогоднюю ночь, обращение президента Зеленского носило некий манифест с итогом прошлого и стратегии будущего. И вот там прозвучала эта формула, отличная, кстати, от наших европейских союзников. Он сказал о европейской формуле, значит, от Лиссабона до Луганска, в отличие, как я уже сказала, наших европейских коллег, которые обычно говорят от Лиссабона до Владивостока. Что все это означает? Может ли, конечно же, эта формула помочь приблизиться Украине к членству в Европейскому Союзу, в Союзе? И вообще, как вы считаете, вот кризис, который сегодня переживает Европейский Союз, в случае вступления все-таки Украины, означало бы это реанимацию, возрождение Европейского Союза как института? Ну, вопрос вступления очень сложный. Вы знаете, есть противники вступления Украины в ЕС. Это очень надо Украине. Нужна помощь, нужна поддержка. Это создаст некоторые новые условия для Украины. Уже нельзя будет напрямую заниматься демпингом, что, в общем, очень сильно раздражает и Польшу, и Венгрию. И вот придется соблюдать эти правила международные, правила Европейского Союза. Тем не менее, Европейский Союз нужен. А вступление Украины в Европейский Союз – это, ну, мало что дает Европейскому Союзу, конечно. Конечно, Украина сейчас очень слабенькое государство, но иногда Европейский Союз принимает решения, не основываясь на чистом прагматизме. Речь идет о будущем Европы. В этом будущем, безусловно, участвует Украина, и мы будем надеяться, благополучное, сильное государство. Да, я бы не сказала, что Украина слаба, она несколько ослаблена террористическими атаками со стороны России, но потенциал Украины, он, конечно, очевиден. Мы с вами говорим накануне Довозского форума, который, как обычно, пройдет в середине января. И я вот вижу по данным экономиста, где приводится интервью президента Зеленского, и он говорит о формуле мира. И тут важно сказать, что эта возможная формула мира базируется не на прямых переговорах, а, возможно, на переговорах с нашими союзниками. То есть кто-то же должен выступить, в конце концов, гарантом. Вот те люди, которые, как вы говорите, смогли использовать такие санкции, которые не работают. Значит, кто-то за это тоже должен понести ответственность. Как вы видите этот возможный переговорный процесс? Какие стороны будут представлены? Кто может участвовать, если один из казусов сегодняшнего дня – это Турция, которая решила не пропускать в Черное море минные тральщики, подаренные Британией, Украине? Вот каково это сообщение, как вы полагаете, насколько оно действительно возымеет какую-то силу? Юлия, ну опять несколько вопросов. Ну, Константин Анатольевич, вы должны были уже привыкнуть, да. Ну, вы должны быть не так эмоциональны. Это не личное отношение. Я очень высоко ценю такое в женщинах вообще, так сказать. Хорошо, давайте тогда начнем с Турции, а потом перейдем к возможности поиска формулы мира. Турция, Эрнаган, борется за собственные интересы. Там нет никакого, знаете, общенационального, то есть наднационального интереса. Вот. Ему нужно сохранять власть. В какой-то момент он становится союзником Украины. В какой-то момент противником и союзником, скажем, Путина. В какой-то момент он в союзных отношениях, как член НАТО с Соединенными Штатами, в какой-то момент высказывается против каких-то инициатив. Но это борьба, это вопрос маневров, так сказать, лавирования дипломатов. Это сложный вопрос. То, что он не пропустил тральщики, это значит, это недоработка дипломатов, в том числе украинских. Понимаете, и признаков слабости в этой области, слабости дипломатического корпуса Украины, но они очевидны, и мы с вами говорили об этом. Вот. То, что касается... Что у нас там было первым вопросом? Формула мира. Президент Зеленский на своей пресс-конференции сказал, что в случае переговорного процесса переговоры с Россией будет вести не Украина, а весь цивилизованный мир. И, значит, в конечном итоге эти условия мира будут предложены Российской Федерации от имени всего человечества, что называется. И тогда уже Россия будет решать, с кем она, ей нужно будет определиться. Ну и поэтому я хотела бы, какие варианты действительно, кто может выступить гарантом этой безопасности, и вот этот подход, новый поиск подхода к формуле мира, каким он может быть? Ну, это благие пожелания, очень наивные, между прочим, о том, что мир заинтересован в прекращении конфликта, в победе Украины, в победе демократии. Мир очень разный, и не все уверены в том, что, значит, Украина представляет, так сказать, западный цивилизованный мир. И вы знаете формула, которая звучит достаточно часто, что это конфликт двух недодемократий. Тем не менее, Зеленский прав, он обязан это говорить, обязан призывать мир цивилизованный к сотрудничеству с Украиной и к защите Украины, Украины и созданию безопасности на европейском континенте. Ну вот, понимаете, как выяснилось, Соединенные Штаты перед войной, они считали, что создание безопасности в Европе, ну, не Соединенные Штаты вообще, а демократическая администрация, это решение проблемы по типу Крыма. Вот отдали Крым Путину, нет Крыма, нет проблем. Отдали Украину Путину, ну, авторитарный режим, ну, что же делать. И в Белоруссии авторитарный режим, и в самой России. Вот, Украина не пошла на это. Я считаю, что главная проблема сегодня на Вашингтоне, это, ну, вот часто возникающий вопрос, каковы главные санкции против Путина. Ну, вот главная санкция – это импичмент Байдену, отстранение демократической администрации, которая борется на стороне Путина против Украины. Даже осуществляет микроскопическую помощь Украине военную. И одновременно ограничивая помощь от других союзников, очень там заметно, активно. Сейчас самая серьезная проблема – это пропагандистская кампания. В Украине, которая фактически не позволяет связывать руки Зеленскому, пропагандистская кампания, которую государственная власть начала. Пропагандистская кампания о победе Украины. О том, что, начав победу, так сказать, под Киевом, вот сегодня Украина продолжает побеждать Россию. Ну, к сожалению, это не так. Нам бы всем очень хотелось этого, но, к сожалению, это не так. Но это такая ловушка пропагандистская, в которую попала власть вообще. Она после того, как утверждала, что наша цель – выход к границам 91-го года или выход к границам 24-го февраля, теперь говорить народу, что наша цель – остановить конфликт, любые переговоры, ну, просто технически не может. Вот. Это ловушка пропаганды. Константин Анатольевич, а теперь давайте я разобью ваш тезис на две части. Ловушка ли это на самом деле? Тут без веры в победу, конечно же, ничего не будет. Я вижу, вопреки всем трудностям, которые иногда случаются на пути к предоставлению какой-то военной помощи, я вижу, что глава Офиса Президента благодарит наших союзников. Он говорит о том, что западные системы ПВО, которые, кстати, сегодня продемонстрировали прекрасную работу, порядка 100 ракет было выпущено, и 70 с лишним ракет ПВО, значит, отбили. Он говорит, что… Ермак пишет о том, что это все синоним жизни человека, они нам спасают жизнь, жизнь, которая является человеческой, которая является самой большой ценностью. И каждое государство, которое эти системы Украине предоставило, конечно же, выполнило главную миссию в цивилизованном мире. Но этого большая благодарность, ну, нужно больше, нужно всего больше. Когда мы говорим о том, что вот эта вера в победу, она основана на том, что демократия не может не победить. Как вы полагаете, если все-таки будет выполнена доктрина НАТО, и с воздуха тоже Украина будет закрыта, если будут предоставлены обещанные F-16 в конце января или в начале февраля этого года, сможет ли это существенно изменить расстановку сил? Потому что, с одной стороны, действительно возможен поиск новой формулы мира, а с другой стороны, нет никаких гарантий, что если это решение о какой-то новой формуле мира будет подписано нашими союзниками, третьими государствами, нет гарантий, что это сможет удержать Путина. Вот каким вам видится разрешение? Юля, рассчитывать на позитивные изменения невозможно, к сожалению. Россия наращивает производство вооружения, наращивается агрессивность. Украина все больше и больше тратит усилий на свою защиту. Уже вместо плана Б, так сказать, переговоров, вводится план Б, это вот Белгород, усиленная мобилизация, какие-то такие, знаете, экстремальные действия. И это признак отчаяния. Это очень плохо. Вместо того, чтобы вести переговоры и сегодня останавливать этот конфликт, администрация продолжает демонстрировать вот эту гордую позицию непобедимости Украины. А месяц назад, когда я начал говорить о том, что Украине грозят массовые бомбардировки крупных городов, мне журналисты говорили, что это невозможно, что мы защищаем небо своими средствами ПВО. Этих ПВО очень мало. Верные союзники Украины, которые помогают Украине, они мало что могут. Главный союзник Украины, который может существенно изменить ситуацию, Соединенные Штаты, он ведет двойную игру. Он играет и на стороне Путина, и на стороне Украины, и на стороне Украины в меньшей степени. Поэтому будущее очень нерадостно. И это надо понимать. И оптимизм, который источает сегодня администрация президента, традиционно. Вот эта позитивная, гордая пропагандистская кампания, она очень нужна народу. И это очень правильно. Но если будет только это, а не дипломатические усилия, не изменение позиции, понимаете, позиция борьбы до последнего украинца, она, к сожалению, даст очень быстрый результат. Она даст этого последнего украинца. Я этого не хочу. Константин Анатольевич, ну ни одна спецоперация в мире не длится третий год. Три года к ряду. Мы видим, что третий год начинается этих военных действий. Как вы считаете? Потому что говорить о победе Путина тоже невозможно в этих условиях. Но, во-первых, ты истощаешь свою собственную экономику. Ты трепаешь эту бедную Украину непонятно за что, без всяких причин. Осознание к твоим людям тоже приходит. Потому что, как вы знаете, одна из ракет, выпущенных сегодня на Киев, она не долетела до назначенной цели. Она упала в Воронежской области, разворотила там пол деревни. То есть Путин приводит войну и на свою территорию. Все, что связано с его агрессией, от этого страдает и его население. Мы это все прекрасно видим и это все понимаем. Какую тактику? Вот вы говорите, он победит. Но как вы себе это представляете? Он будет продолжать выбрасывать деньги российских налогоплательщиков на то, чтобы выливать эти ракеты, выбрасывать их в воздух. Наше ПВО будет их уничтожать. Мы будем все нищать. Значит, экономика будет приходить в состояние дисбаланса, как в России, так и в Украине. А потом, ну хорошо, даже если он заходит в какие-то города, он же не может удержать власть. Это что, будут пыточные, концентрационные лагеря, лагеря несогласных. То есть это будет просто Армагеддон. И он это тоже не может не понимать. Да, пожалуйста. Значит, то, что касается граждан России, налогоплательщиков. В России нет граждан, нет налогоплательщиков. Есть рабы, которые будут выполнять все, что им прикажут. Это сделано осознанно в течение многих лет. Оппозиция уничтожалась, гражданское общество уничтожалось. Это первое. Что будет происходить после того, как Путин победит? Ну, то же самое, что происходит в Беларуси. Будет то же самое, что происходит в Чечне, в Абхазии, в Южной Осетии, в Сирии, во многих местах. В Молдове, в Приднестровье. Значит, будет назначена администрация, свой Лукашенко. Будет введена полиция, будет жёсткий режим. Во главе будут бандиты, так сказать, во главе этого режима. Ну, бандитов, которые согласятся выполнять роль карателей в Украине, их достаточно. Я думаю, что таких Лукашенков очень много. Константин Атач, но у нас уже был один бандит, не одиннажды осуждённый, звали его Виктор Янукович. И мы знаем, какая судьба его, какая участь его ждала в Украине. Ну, вот теперь он может вернуться в Украину, если на штыках будет сидеть, если захочет. Это очень неудобная позиция, сидеть на штыках. Ну, Юля, достаточно предателей, которые согласятся быть генералами-гувернаторами. Достаточно. Константин Атач, а может для наших союзников быть убедительным следующий шаг Путина, который может быть направлен на разжигание войны на Балканах, скажем? Вот это, мне кажется, более вероятно, чем попытка. Юля, это то, что делается постоянно в республиках бывшей Вогославии. Очень активно агентурная сеть России. В некоторых случаях это были попытки просто государственного переворота. Ну, к этому все относятся, как к задаче, которая решается палеотивными средствами. То есть, ну, вот возникла задача и решается. Никто не рассматривает это как глобальную проблему. Вообще, это не глобальная с точки зрения большинства экспертов Запада, руководителей, глав государств. Это локальная проблема, которая со временем может быть решена просто в связи с тем, что Путин пройдет от власти тем или иным путем. А какие варианты? Я излагаю не свою точку зрения. Я сейчас говорю о таком самом распространенном взгляде на эту проблему. Варианты множества просто он не бессмертен. Смерть, внутренние конфликты, напряжение. После возвращения республиканской администрации существенно сокращается доход России. Вот эти от полтриллиона до триллиона долларов – это то, что дает России демократическая администрация США. Как только к власти возвращается Трамп, в Соединенные Штаты открывают свои производства углеводные, существенно меняется ситуация для Путина. И это же ведь тоже игла такая, знаете, наркотическая. Значит, он привык, страна привыкла к этому полутриллиону долларов. И даже сокращение на 10%, 20% приведет к очень серьезному переходному процессу в России. Ну и причин может быть много – более мудрая позиция Украины, которая перестанет играть в игры Путина. То, что делает сегодня Зеленский, вот эти гордые заявления, заявление о том, что мы победим, от заявления о продолжении войны – это то, что нужно Путину. Ему нужна мобилизационная политика в России, ему нужна мобилизационная политика в экономике. Сегодняшняя ситуация перевода России на военные рельсы уже привела к увеличению внутриволового продукта, созданы рабочие места. Оказалось, что это очень выгодно России, понимаете, при том, что источник финансирования, он внешний. Это вот энергоресурсы в основном. Вот и Зеленский вместо того, чтобы останавливать эту войну, вместо того, чтобы решать проблему, которую он обязан решать как президент, защита своей страны, защита своих граждан, он играет в игры Путина. Это ошибка. Константин Анатольевич, ну никогда еще Украина не была защищена, так как сейчас мы видим, я вот смотрю даже решение заявления главы оборонного комитета Бундестага, которая выступает с призывом немедленно предоставить Украине ракеты «Таурус». Германия должна передать Украине крылатые ракеты «Таурус», при этом нужно отгрузить их немедленно, иначе все наши обещания поддержать Украину по формуле «столько, сколько нужно» станет пустой фразой. Но мы видим, я думаю, что на самом деле события будут развиваться быстро, и так случилось, что по иронии судьбы мы с вами в прямом эфире наблюдаем еще и за политическим сериалом, который называется «Не допустить Трампа к выборам». Я хотела вот, чтобы мы фактор Трампа сейчас обсудили, потому что по-разному к нему относятся, и по-разному эксперты оценивают его новое возможное президентство, но мы видим, что штат Колорадо, штат Мэн не допускают его даже к участию в выборах, исключая возможность появления его фамилии в бюллетниках для голосования. Какие перспективы у этой кампании против Трампа? Ну никаких перспектив, это незаконные действия, это продолжение политики демократической партии, которая борется всеми возможными способами за сохранение своей власти. Но сейчас, когда уже стало ясно, что это невозможно, ну попытки нанести хоть какой-то ущерб Трампу, четыре судебных процесса в четырех юрисдикциях, судебных процессов значительно больше. Перспектив, значит, использования закона, который был принят после гражданской войны, фактически закон о люстрациях для конфедератов, для тех, кому запрещали временно участвовать в управлении государством, использовать этот закон в нынешних условиях, это абсурд. Эти решения принимают такие ярые сторонники демократической партии, решения, которые не основаны на законе. Это скорее подтверждение неправовых действий демократической партии. Все они будут легко отменены Верховным судом, конечно, и очень быстро. На самом деле решения эти приняты, но их реализация приостановлена до решения Верховного суда. То есть это пока просто сотрясение воздуха пустое, абсолютно пустое. Вот все-таки давайте такой сценарий рассмотрим. Хотя я вижу пока 50 на 50. Есть эксперты, которые говорят, что, скорее всего, Байден переизберется. И есть группа активистов среди политтехнологов, которые говорят, что Трамп победит. Трамп ведь на самом деле, если от Байдена мы понимаем, чего ждать, действительно, может быть, война затянется, но она каким-то образом, ее логический финал нам понятен. То что касается Трампа, вот он ведь мастер нестандартных решений. Насколько они могут быть рисковые для миропорядка? Значит, во-первых, давайте вернемся в реальность. Соединенные Штаты остановили помощь Украине. Остановили совсем. Если вам понятно было, что будет делать Байден, то я восхищаюсь вами. Он говорил, что мы никогда не остановим помощь Украине. Мы будем помогать столько, сколько надо. И эта помощь остановлена. Значит, Трамп представляет собой традиционалистов, традиционную американскую элиту. Это те, которые остановили войну в Грузии в 2008 году. Точно так же Путин наступал, дошел до Тбилиси. А когда начали приземляться эти Геркулесы, он покинул территорию Грузии. Так что говорить, это одна из остановок демократической партии, что Трамп непредсказуем. Трамп действует очень традиционно. Он непредсказуем в том смысле, что его решения очень не нравятся демократической партии. Он развивает бизнес, снижает налоги. Его действия не просто предсказуемы, а предсказуемы до мельчайших деталей. Я нисколько не сомневаюсь в том, какие именно решения он будет принимать. Хорошо. И теперь, возвращаясь, мы видим по заявлению Германии о том, что Европейский Союз будет всячески содействовать получению дополнительной военной техники Украины. Как Вы полагаете, произойдет конфигурация какая-либо в миропорядке? Изменится ли, скажем, тройка лидеров? Мы все время говорили про Китай и про Америку. А роль Европейского Союза, если предположить, а Вы знаете, что есть такой принципиологический сценарий, что вся эта война затевалась для ослабления Европейского Союза, что может сейчас Европейский Союз предпринять, чтобы действительно вернуть свою силу и мощь? Ну и устоять, конечно же. Европейский Союз предпринимает колоссальные усилия сейчас, чтобы... Если Вы помните, Трамп, когда находился с визитом президент Трампа в Европейском Союзе и призывал их просто выполнить свои обязательства перед собой, 2% ВВП на оборону. Это вызвало... Ну вот Вы говорите о непредсказуемости. Демократы его обвиняли в том, что он разваливает НАТО, что он непредсказуем. А сегодня премьеры нескольких государств, министры обороны заявили о том, что необходимо срочно восстанавливать оборонную промышленность. Иначе Европейский Союз и европейские государства в отдельности могут оказаться в очень опасной ситуации. Тут конспирологии никакой нет. Соединенные Штаты вошли в соглашение с Путиным. Эта война была начата для того, чтобы умиротворить вот это противостояние Украины и в России до военной. И так же, как с Крымом, идея была умиротворить, просто сдав тогда Крым, а теперь всю Украину. И это не высокая ценность для демократической администрации. Украина, ее народ, так же, как Беларусь, ее народ. Ну, было принято решение передать Украину Путину. Константин Анатольевич, Ваш прогноз, как поступит Великобритания по отношению к Турции, которая не пропускает в Черном море британские тральщики для Украины? Это будет новый какой-то виток конфликта? Не думаю. Я думаю, что Великобритания в данном случае будет использовать дипломатические каналы, дипломатические инструменты для разрешения, это не конфликт еще. Понимаете, тральщики для Черного моря британские, которые не пропускают Турцию, это не конфликт между Турцией и Британией. Это, ну, скажем, оригинальное и необычное поведение Турции, которое объясняется, ну, некоторыми внутренними проблемами. Борьбой Эрдогана за сохранение власти, борьбой Эрдогана со своими оппонентами, скажем, в НАТО. Вот, это решаемая проблема. Поверьте мне, я думаю, что все тральщики в конце концов окажутся в Черном море, и Турция позволит им пересечь Босфора Дарданелла. Ну, в любом случае, это интересная интрига, мы будем следить за развитием этих событий, так что нам с вами на следующей неделе будет о чем поговорить. Спасибо огромное. Константин Боровой, спасибо за возможность услышать вашу точку зрения, спасибо нашей аудитории за внимание и доверие. Как обычно, с Константином Анатольевичем встречаемся в это же время, через неделю. Счастливо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok